Здравствуйте, с вами портал Cars Call Pro, я Вадим Никишев. Сегодня мы тестируем Lada Vesta, причем не обычная, а Lada Vesta, которая подготовлена в компании Lada Sport. Это заводское подразделение автоваза, которое занимается созданием спортивных и гоночных автомобилей. Эта машина специально разработана для рождественской синхронной гонки чемпионов, которая проводится в Тольятти в январе. Уже 20-е юбилейная по счету гонка. Давайте поближе познакомимся с этим автомобилем, что он из себя представляет, чем отличается от обычной Vesta. Внешних отличий, если не считать фирменной раскраски в цвета Lada Sport Rosneft, от обычной Vesta не так много. Прежде всего, обращают на себя внимание 16-дюймовые колеса, которые специально подготовлены для этой гонки. Диски по заказу фирмы Sleek изготавливаются по стандартной разболтовке под ступицу, которая стоит на Vesta. Покрышки Michelin с шипом 2,5 мм. Передние тормозные механизмы дисковые, задние тормозные механизмы стандартные, барабанные. Как известно, на льду пользоваться тормозами приходится нечасто, поэтому возможности штатных тормозных механизмов хватает за глаза. Единственное отличие это в приводе. Если на стандартной машине он диагональный, то здесь контуры разведены по осям. И стоит специальный кран, который позволяет спортсмену самостоятельно выбирать давление в переднем или заднем контуре. Что касается подвески, здесь стоят спортивные элементы, разработанные компанией Lada Sport. Пружины, амортизаторы, стабилизаторы, все оригинальное. Передняя подвеска собрана на шайцах, это позволяет улучшить управляемость машины. Под капотом установлен ВАЗовский двигатель объема 1,6 литра. Это мотор модели ВАЗ-21126, который в стоке развивает 98 лошадиных сил. Однако силами Lada Sport этот силовой агрегат развивает порядка 170 лошадиных сил и 174 ньютон-метров. Прибавки достигли за счет установки оригинального впускного коллектора, вот он с надписью NFR, и оригинальных распределительных валов. Если заглянуть в салон боевой Весты, мы увидим, что в серийной здесь осталась только передняя панель, и то серийной ее можно назвать весьма условно. Вся передняя панель обшита алькантарой. Это имеет в том числе и практически смысл. В солнечную погоду она не дает блики. Приборная панель изменена. Как мы видим, главенствует здесь тахометр. Собственно, скорость спортсмену знать не обязательно. Плюс экран со вспомогательной информацией. Рулевое колесо Spark малого диаметра, обшито тоже алькантарой. Ну и с характерной засечкой, которая позволяет определить прямолинейное положение колес. Рычаг коробки передач. Сам агрегат здесь собран в вазовском корпусе. Передаточное отношение главной пары 5,3. Ряд тоже нестандартный, сближенный. Кулачковый механизм переключения. Схема переключения селективная, выборочная. Передние сидения. Гоночные ковши марки ОМП. Так же, как и четырехточечные ремни безопасности. Естественно, как любой гоночный автомобиль, эта Веста оснащена варным каркасом безопасности, который производится здесь же в Тольятти и амалогирован Российской Автомобильной Федерацией. Итак, включаем массу. Зажигание. Новый автомобиль. Совершенно новый и исследованный для нас. Сразу зарекомендовал себя очень с хорошей стороны. Из всех базовских моделей спортивных. Такой еще не 2-1 съездить. Совершенно отличается управляемость. Инженера все продумали. Заранее мотор отлично включился. Здесь все кинематика изменена. То есть, изначально машину сделали уже очень хорошо. Я думаю, за этой машиной будет большое будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok